Сейчас мы будем делать с вами замечательную куклу на Пасху. Кукла это необычная, она с секретом. Внутри у куколки прячется пасхальное яйцо. Смысл у куклы очень хороший. Она символизирует достаток, рост разного характера, и материального, и духовного. Такую куклу обязательно делали из красной ткани. Мы будем использовать красную вязь. Из нее я уже вырезала необходимые детали. Деталь в виде квадрата пойдет у нас с вами на голову, руки и рубашка будет из нее. Вторая деталь это прямоугольник. Это юбочка. Будет также у нас платочек и передний. В основе куколки у нас будет с вами такое сделано, как колечко. Его мы делаем из более плотной ткани. Можно использовать лен. Мы основной наш прямоугольничек сворачиваем вот в такую узенькую полосочку. Складываем его пополам. И перевязываем красной нитью. Примерно это будет где у нас шея у куклы. Берем отрезок ваты. За место ваты можно использовать очес льна. И оборачиваем нашу голову нашим квадратиком. Дальше мы с вами формируем руки. Это языческие куклы. И самое интересное, что они отлично ужились с христианством. Даже вот сейчас на обережных куклах обязательно делается обережный крест. Чтобы сделать обережный крест, нам нужна красная нить. Заводим ниточку вверх, вокруг шеи, опускаем вниз. У нас уже получился с вами крест на спинке. И повторяем то же самое. Вверх, вокруг шеи, опустили вниз. Дальше юбочку вы можете взять из какой-то ткани уже красной, но с рисунком. А можно сделать этот рисунок самим. Опускаем вниз, расправляем наши складочки. Теперь куколку обязательно нужно голову ей покрыть. Покрывают, чем платочек традиционно идет. И еще у кукол, и раньше вообще у женщин, головной убор был повойник. Теперь проверяем, как у нас кукла будет вместе держать яичко. Помещаем его в платье. Вот у нас с вами получилась замечательная куколка с сюрпризом. Интересный подарок на Пасху. Можно сделать всем членам семьи. И ваш стол будет оригинальным и необычным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова